В имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Царю Небесный, Утешителю Души Истины, И же везде Сын, И вся исполняясь сокровища благих, И жизни Подателю прииди вселися вны, И очистины от всякие скверны, И спаси, Блаже Души Наши. Чтобы мы по собственному изволению могли избрать путь истины, путь к Тебе и через Тебя, дивный и милосердный Господь. Благослови наше собрание это, дабы мы принесли пользу друг для друга. Хвала Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мир всем еще раз, мужи и братья. Мы продолжаем, точнее, начинаем наше собрание 22 января 2023 года нашего интернет-содружества. Итак, сейчас давайте прочитаем с толкованием сегодняшнее чтение апостола. Послание к эфесянам 4.7 Посмотрим, белый, подсветка. Белый, подсветка соседнего отдела спросите. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Толкование. Если все говоришь общее, почему же один имеет больше дар, а другой меньше? Ибо это возбуждало в них, в коринфянах и многих других зависть. Разрешая это, апостол говорит, что каждому дан дар в той мере, как определил даровавший. Посему, так как это дар, так как это дар, будь доволен, потому что ты все-таки его получил, а не дан он тебе как нечто должное. То есть это дар. А так как эту меру определил Бог, то не любопытствуй. Ибо если Бог определил, то, конечно, это сделал вполне соответственно. И так, необходимое и без чего нельзя быть христианину, это общее для всех. А если кто-то имеет несколько больший дар, то ты не скорби. Потому что и больший труд соединяется с ним, как об этом скажут впереди. И не сказал по мере веры каждого, чтобы не предались малодушию те, которые имеют мало ее. Но в хотении дающего полагает меру, чтобы вовсе даже не дерзали рассуждать. То есть, видите, это неминуемо в общине. Люди друг с другом общаются, друг друга видят. И налицо, что у одного даров больше, а у другого меньше. У одного есть дух разумения Писания, у другого нет. У одного есть развлечение духов, у другого нет. Ну и это как бы неминуемо вызывает вопрос такой, да, почему так. А еще в худшем случае, как в данном случае с Каримфинами, то это вызывает зависть. Ефесянам 4.8 Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Пакование. Что он дал дар, это, говорит, видно из слов пророка. Он дал даяние человекам. Но пророк говорит, ты получил дары, а это тоже самое, потому что Бог, дару и дары, взамен приемлет служение. А кто получает дары, получает их для того, чтобы делать и трудиться. Посему не должно быть праздным. На высоту же вошел, или на крест, или на небо в Вознесении, что даже лучше, как видно из последующего. О каком же плене, говорит? О плене дьявола. Пленил плен. Ибо он взял в плен дьявола и смерть, и клятву, и прегрешение, а также и нас, бывших под властью дьявола и повинных сказанному. Ефесянам 4 глава 9 по 10 стих. И вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. Говоря здесь о смирении, толкование дальше читаем. Павел, в пример, указывает на Христа, как и в послании филиппийцам, филиппийцам 2.8. Говоря, как он не отказался сойти, так и вы не отказываетесь через смирение унижать себя. А что снизошел, это видно из выражения пророка «вошед», «вошел». Потому что в отношении к Богу, когда говорится «вошед», необходимо уже разуметь, что он прежде сходил. А о человеке еще нет. Куда же сходил? В ад. Его, конечно, называют преисподними местами земли, по общему пониманию. Как говорил Ияков, «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Бтие 37.35. И Давид, «Чтобы я не уподобился нисходящим в могилу». Псалон 27.1. Итак, он сходил в самые нижние страны, за которыми уже нет ничего другого, и вошел превыше всех, над чем уже нет более ничего. И это схождение не воспрепятствовало ему восхождению. Не воспрепятствовало его восхождению. Посему и вы, если смирите себя, вознесетесь. Ради того он и совершил это, чтобы все наполнить своим владычеством и силой по плоти, так как по божественности и прежде все наполнял. Для того он и совершил это все по плоти, так как по божественности и прежде он все наполнял. «Все это идет против Павла Самосадского и Нестория, ибо тот, который сошел, очевидно, как горний обитатель сошел, и через воплощение на землю, и через смерть его ад, один и тот же, а неразличный». То есть еще уже не история Павла Самосадского, там 600 лет нету, а о нем все говорят и говорят, настолько напугал всех, насколько напугали всех, что Арий, что Павел Самосадский. Нефесянам 4.11 «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». «И знаменательно сказал он, ибо тот, который так позаботился о нас, и который ради нас не отказался сойти даже до самых нижних пределов, не просто распределил дары, но без сомнения с мудростью и пользой». Как же после этого ты скорбишь, что неблагоразумно сделано распределение? А в одном месте говорит, что Дух разделяет, в котором вас Дух Святый поставил, Деяние 20.28, поставил вас блюстителями пости в Церковь Христову. «И все же сие производит один и тот же Дух», 1 Коринфянам 12.11. В другом же относит это к Отцу, иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами и так далее, 1 Коринфянам 12.28. «И я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог», 1 Коринфянам 3.6. «А здесь относит к Сыну. Таким образом, единое действие трех. Первые апостолы, потому что и дар пророчества имели, а пророки именно новозаветные не имели апостольства. Иных евангелистами, то есть здесь надо разуметь, или написавшие Евангелие, или те, которые, хотя не ходили всюду, но благовествовали Евангелие, подобно Прескиле и Акиле, и иных пастырями и учителями. Так называет тех, которым верены Церкви, епископов, как Тимофей, Этит и им подобные. Но можешь разуметь под пастырями и пресвитеров, и епископов, а под учителями и дьяконов даже. Ибо и они, имея звание очистителей, посредством слова очищают народ». Для чего поставил Бог? Мы читаем дальше. Ефесянам 4.12. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Толкование. «Видишь ли, какое достоинство? Каждый, говорит, совершает, каждый служит делу созидания тела Христова или Церкви. Зачем же ты скорбишь, как получивший меньший дар? Даже ведь и ты содействуешь совершению святых, то есть пользе верующих и их совершенствованию. Итак, смотри, получив дар к созиданию других, из зависти к большим дарам не погуби себя самого. «Притом, если к усовершенствованию верующих другой и получил больший дар, пойми, что и больший труд, и служение соединяется с ним, и больше посему и ответственность». «А с другой стороны, не сатанинское ли свойство завидовать тому, кто совершает и созидает тело Христова?» «Богопротивнику ведь это прилично». Тринадцатый стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Полкование. «До тех пор, — говорит, — должно всем нам, получившим дары, делать, трудиться и созидать, пока не придем к единству веры, то есть пока не явимся все имеющими одну веру, не отличаясь по догматам и не имея между собой разногласия в том, что касается жизни. Ибо тогда будет истинное единство веры, тогда познаем Сына Божия, когда будем иметь правое мнение в деле учения и будем сохранять союз любви. «Ибо Христос есть любовь». Под образом совершенного мужа и меры возраста говорит он о совершенном познании догматов, равно как и под исполнением Христовым разумеет совершенное и всецелое познание Его и веру, что Он, один из троицы и равный Отцу, стал человеком, единой ипостасию в двух естествах, волях и действиях, и что вместе с телом совосседает с Отцом и опять придет и все остальное, что право о всем мыслиться и говорится. Как же после этого в другом месте Он называет наше познание несовершенным? В отличие от будущего знания. А здесь в отношении неизменяемости познание называет его совершенным. Ибо когда мы не будем колебаться, тогда будем совершенны, как видно из следующего. Ефесянам 4.14 «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусственному обольщению, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос». Ну и дальше уже читать не будем. Достаточно. Вот видите, все это речь есть. Да? Добавить хотел. Да, 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 пожалуйста. Тут ни одного слова нету о том, что мы члены Тела Христова. И сюда бы хотелось тоже добавить, что еще рождение свыше, и верующий не может грешить. То есть вот тогда дар Христов действует в каждом, и каждый его отдает со всем усердием, ну и так далее. Там милости дар может быть у кого-то, милостыни, ну и так разные другие дары, добра. Мы должны непрестанно делать добрые дела. Для чего? Чтобы не делать злые, вот для чего. И поэтому Господь нас как, ну это как для детей. Вот дети, они ударить могут родителя, а погладить, поцеловать надо показывать. Отобрать игрушку запросто, любой ребенок может. Ну у меня просто ребенок был, поэтому я знаю. И все время приходится разбирать конфликты. А вот допустим, что-то доброе сделать, его надо уже приучать. Вот, как ни странно. У зверей такого нету. Звери, они хотят быть добрыми, потому что понимают, что ничего не получат. У них игры такие есть, они там, ну так прикусывают друг друга. У детей же, если посмотрите все это. И мы с вами большие, вырастаем когда большими, мы как бы большие дети. И зло в нас остается, если нас не воспитывали. И Господь, когда нас отличает от других людей, чем отличает? Я так предполагаю, что он видит, что этот человек может делать добро. Сбирает его и вкладывает у нас теперь вот эти дары особенные. Вообще во всем нужно делать добро, во всем. В разговорах, в беседах с любыми людьми, с братьями, с сестрами отдельно. А в почистенности предупреждать старцы, с детьми. То есть везде-везде нужно делать одинаково все, чтобы никого не обижать. Чтобы как ты делай так, чтобы тебя, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали. Это Лука 6 глава, 31 стих. Ну и не только. И здесь апостол нам показывает уже серьезность положения. А в чем она заключается? Это как наш труд. Кому даны дары, тот всегда должен делать добро, то, что говорил я. И особое у него есть талант особый. Это вот о талантах уже тоже не сказано, кстати, здесь. Не напомнил апостол. Но я думаю, что для того, чтобы мы сами начинали напоминать и таланты. Если у тебя вот этот талант. Почему один только талант дал Господь? Один талант. И он его не выполнил. Потому что талант веры один, это значит, ты должен все уметь. Все, у тебя все таланты есть. Но это не так. А когда два таланта уже дал, это значит, ну, какие-то дела, милосердие. Кто-то умеет добро разговаривать. Миротворец. Умеет плакать со страждущими. Или радоваться с радующимися. Это все таланты, таланты. А кто-то 10 талантов имеет. Мы знаем таких людей. И поэтому этот человек, который 10 талантов имеет, от него 100 пшеничка вырастет. 100 зерен. А кто меньше, от того вырастет 60. А у кого там всего два таланта вырастет. А этот талант, который один, это талант веры. То есть без него невозможно родиться свыше без этого таланта. Ты крестись, хоть закрестись. Ходи там с братьями даже, заглядывая им в рот. И в конечном итоге все равно выяснится, что ты чужой. Ну вот, все. Да, благодарю. Брат, меня слышно сейчас, нет? Слышно, да. Да, там закончил чтение на искусственном обольщении. Я сплошь и рядом это вижу. И особенно ярко, около православной песняки передачи. Там приглашают, предположим, совершенно неверующего и священника. И в комментариях люди прям упиваются тем, как же хорошо, как же можно здорово говорить и нигде друг друга не противоречить и не задевать. И все так елейно, все так здорово. Прям восхищаются люди. Но это как раз вот оно и есть, изощренные обольщения. То есть этот неверующий, он приходит, он от священника ни разу не услышит Слово Божие. Он ни разу про Христа ему не скажет. Он начинает философствовать с ним, священник. Вот его затягивает в свою вот эту яму. Ну, и всегда, когда Христа не поминают, и учение Христа, всегда связано это с вот этими искусными обольщениями и ведет к погибели души. Но людям мирским, им очень приятно это слушать. Они сразу себе ставят, что как же здорово. Мне ничего делать не надо. Я послушал гуслица. И все, и дальше живу. Все у меня, если можно, отключите, а то у меня тут зависает на телефоне. Первый Иоанн 4.5 Они от мира, и потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Так, тогда что мы, какое объявление можно сделать? Вот сейчас у нас сайт, тут многие люди написали, что не работает. Он на самом деле работает, там такой просто есть сертификат, сайт безопасности, и скорее всего его не оплатили. И сейчас Николай там придет с храма, и он просто вопрос этот решит, и будет все работать. Но там все равно можно пройти, там в исключение надо зайти, там дополнительно нажать, или в исключение добавить сайт в исключение, или все равно зайти, использовать небезопасное, что-то такое там будет написано. Так что проходите, сайт он работает. Это просто формальности такие всякие мешают. Будет исправлено. Что еще? Если Бог даст, и живы будем, и на следующей неделе начнется печать трехтомника. Так что продолжайте, пожалуйста, молиться, чтобы сюда не затесались никакие непорядочные люди, или какие-то ошибки критические, неисправимые. Вроде все предусмотрено, все договорено, все должно быть нормально, но это дело Божие, поэтому здесь могут быть препятствия. Можно, у меня тут предложение кое-какое есть, вернее, вопрос сначала, а потом, если удастся, то и предложение сделать. Ну, это у меня уже давно, но вот на эту неделю как раз это, ну, как можно шире это все вылилось. Вот, брат, ты можешь ответить, сколько у нас новичков пришло, которые вот пришли, и они сейчас молчат, то есть им нужно вопросы задавать и так далее приблизительно. Потому что я вижу новые и новые фамилии, ну, не знаю, человек 20, наверное. Нет, я так это не скажу, потому что не только через меня приходят, это надо подсчет ввести. Сколько у нас просто, в принципе, новичков? Я думаю, больше 20. Ну, 20 точно есть, да. В связи с этим количеством новичков у меня возникает вопрос. Несколько раз на этой неделе, ну, два раза это точно, соприкоснулся с тем, что буквально там через день-два, может быть, даже на следующий день, опять слушаем послания одно и то же. То есть ведет Каримов, ведет Грибанов, ведет Александр у нас, Борцов. И все ведут только послания. Послания, 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 послания. Пришли новенькие люди. Они вообще ничего не соображают. Ну, конечно, я понимаю, что это надо. Но послания по сравнению с Евангелием апостола Павла, это, ну, не знаю, это все равно, что как на необитаемый остров попасть и начинать все есть. И в конечном итоге ты нарвешься на бублик какой-нибудь. Там чего только нету. Надо знать, что кушать-то. И здесь тоже они сидят, конечно, они молчат. Я что-то поймал себя на мысли, нападаю на людей, думаю, а что я нападаю-то? Посмотрел, думаю, опять тут незнакомая фамилия, здесь незнакомая. Думаю, люди пришли, они Евангелие-то как следует, еще не поняли. Евангелие от Марка, мы очень идем очень медленно. Это как бы, ну, это, я считаю, пособие Евангелия от Марка, это какой-то, ну, это Эйфелева башня, короче говоря. Вот с высоты этого, вот этого разбора, пособия, можно, конечно, все увидеть, и мы там и послания разбираем, и что-то, ну, и Ветхий Завет, все разбираем. А здесь нам не хватает просто Евангелия. Я думаю, что какого-то брата надо переоформить на Евангелие. И пока люди здесь, проходить Евангелие. Проходить Евангелие, закончили Евангелие Деяние, и опять начинать Евангелие Деяние. А вот, допустим, другие, пускай идут послания. Потому что я не помню, когда Евангелие было последний раз. Все время послание, 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 послание. А люди сейчас новенькие, новенькие приходят, приходят, и, ну, я знаю, что это такое. Я сам пришел, пришел, так, я пошел в конце Деяний, пришел к Ивнатиховичу. Ну, слава Богу, я много читал, но послания для меня были очень тяжелые. Ну, хорошо, что я уже был как бы в общине, и поэтому там братья разъясняли и всей жизнью вот общины. Кстати, 32 года в общине. Первое воскресенье после 19 января, получается, у нас. Вот. Это день общины. Вот сейчас 32-й год нам исполнился в общине. Когда ты живешь в общине, там попонятнее, когда нет. И поэтому вот такое у меня предложение. Ну, я не знаю, ну, сложное, очень сложное или нет. Кто как поймет. Ну, я думаю, если просто Евангелие идти. Вот сейчас столкнулся с оглашенными, они простого не знают. Даже. 12 патриархов, они как эти. Ну, прям страшно смотреть. Чуть не до истерики доходит. Не можем запомнить и так далее. Вот что там говорить. Ну, все там говорить о родословной Христа, о самом Христе. Понятно. Ну, вот так все. Да, понятно, брат. Ты-то очень много. То есть, если бы ты знал, какая пропасть разделяется. Ну, конечно, для тебя это все открывается. Какая пропасть разделяет даже нас с тобой, с вами. То есть, это пропасть, она огромная. И даже ее в голове. Понятно, что ты даже представления такое не имеешь. На каком уровне находится большинство людей. Даже у нас. А и у нас это выше гораздо, чем все остальные. Там, в разы, можно сказать. Да. Поэтому, да. Ну, я знаю, насколько я знаю, Михаил Каримов, он ведет занятия подряд просто. Весь Новый Завет проходит по толкованию. Там у него просто по порядку сейчас что идет. То есть, они прошли... Вторая картина. Да. А он прошел уже все Евангелие. То есть, он идет постоянно. Просто вот Новый Завет закончит апокалипсис и пойдет опять Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Ну, я так понял. Видишь, у него... А вот остальные, они как-то там по своей схеме ведут. То есть, там можно как раз таки что-то систематизировать. То есть, можно оставить Михаила. Хотя бы в субботу Иван Грибанов, чтобы ввел Новый Завет. Ой, Новый Завет, видимо, Новый Завет. Евангелие. Евангелие и Деяние, да. Ну да, Евангелие, Деяние. И потом можно обратно начинать Евангелие. А кто ведет послание, может вести послание. То есть, закончил послание, откровение, опять начинается с первой... Что-то я быстро хотел сказать. Первая Иоанна. Ну, тут, видите, люди пишут, да. Совершенно прямо точку Евангелия надо изучать. Ну, да. Потому что послания так долго идутся. Очень они сложные и так далее. А Евангелие, конечно, оно на одном духу читается. Там потому что историями ведется. Но если подходить, конечно, по-настоящему, как ты сказал, пропасть и так далее, нужно знать историю. Надо знать географию. Тогда оно все перед глазами стоит. Я просто не так давно, видишь, начал, когда вот помогать здесь братьям. И братья ко мне приезжают, и я смотрю, что ой-ой-ой. И братьям вроде бы кажется, что и высшее образование есть и так далее. А когда начинаешь, что... Понятно. Никакой картинки нету. То есть, вот то, что первое воображение, очень у многих отсутствует. Поэтому я вот у оглашенных начал, чтобы карты знали, а не географически. Историю проходим прямо. И таким медленными шажками. Но голова лопается у всех. Они там аж пищат у меня. Ну, я понимаю. По-другому никак нельзя воображение развить. Я фильмы предлагаю посмотреть. И даже в этих фильмах показываю, что неправильно даже, скорее всего. Но оно хотя бы подходящее более-менее. К тому, что было. А так вообще воображения ни у кого нет. Читают Евангелие, и ничего люди не представляют. Это для меня ужас какой-то. Я читаю Евангелие, я представляю, где не Советское море, лодки плывут, там берега. Какие они, где обрывистые, где нет. Ну, кто со мной проходил, знают. Где Иордан впадает, там нет обрывистых берегов. Там устье впадение, там долина идет. Вот там Христос беседовал, на травке люди сидели. И сразу все, о, понимают. Тут же мы прям ищем эти места, где приблизительно они были. Прям онлайн показываю. Вот он, Иордан течет, вот оно. Правда, тройнистые берега. Иордан глубокий. Рядом с берегом уже человек по горлышко. С берегом. А еще там стремнина впереди, метров двадцать. То есть все начинают понимать. А вот оно как, крещение-то. И вышел Христос из воды. И тогда уже, а все представляют себе, как, когда приходят. Иордан. Такой ручеек, как у нас пивоварка. По щиколотку зашел, там кто-то стоит. Ждет, когда ему там чашкой на голову нальют. Ну, то есть надо все идти побольше захватывать. Не просто так прочитали и все. Немного географии, немного историю, чтобы все представляли. Показать, может быть, даже, как выглядели люди. Как ослы эти навьюченные выглядели. Как римские воины. Как фарисеи, садукеи. Как для детей, я так понял. Ну, видишь, в чем, брат. Вот, все-таки, то, что ты говоришь, это как бы фундаментальное, системное такое знание, да. Оно само по себе веру-то ничего не дает. Здесь все-таки была другая цель. Здесь по вере, то есть было как, ну, само учение Христово, как оно есть. То есть там даже эти знать, вот эти все подробности не надо. Они нужны потом, когда дальше, на следующий уровень ты переходишь. Вот я сейчас, допустим, это изучаю. Уже я там по картам иду. Там последовательность выучиваю полностью это все. Но вот чтобы уверовал человек, это и без этого. Здесь все на занятия, они начинались на этом. Ты чисто доносишь учение Христово, вот как оно есть. В чистом виде. То есть много не останавливаешься на этом. Это мы сейчас замедлились. Я считаю, что, ну, допустим, у нас отдельно должны быть, да, занятия более подробные где-то идет. А все, мы должны гораздо быстрее все остальное пробегать. Ну, по сути пробегать просто по... То есть много не тормозить на одном месте. А если мы все так будем везде со всех, ну, это как семинария, можно сказать, как академия. Это можно отдельно внутри у нас это как вот составлено. Но, в принципе, для всех людей, которые так не получится. Просто слишком мало мы займем, пройдем это за это время. А у нас уже на следующий год новые люди. 20 человек новых будет. Братья, как скажете, не надо, не надо. Я настаивать не буду. Я упираться не буду. Потому что мне и так нелегко. Потому что я когда тебе говорю вот это показать, я не говорю, что вот так картинку поставил и час на ней смотришь. Я это говорю, показал, убрал, все. Секунды, секунды. Подготовиться просто надо и все. Большие знания нужны. У нас таких людей практически, кроме тебя, нету. Ну, я вот сейчас, допустим, готов. Там по деяниям апостола до 10 главы определенные могу так уже. Ну, допустим, подготовка такая сейчас. По Евангелию там сколько-то могу. Но, в принципе, это же, говорю, это нужен. Специалистов таких у нас нету. Просто. Такого рода. Кроме тебя никого нету. Ну, и самое-то главное, человека надо к Богу привести. Цель-то оглашение. Человека к Богу привести, а не дать ему исторические знания. Главная цель-то к Богу привести. Ага. Ну, все, я понял. Все. Давайте. Все. С Богом. Игнать Тихонович неоднократно говорил, что мы очень тормозим здесь, когда занимаемся. Очень много торможения. То есть надо уже дальше идти, а мы тормозим, тормозим. Я согласен, что это надо. Но это фундаментальный уже подход. Он отдельно идет у нас. А здесь люди меняются часто. Ну, то есть новые добавляются. И приходится при том часто одно повторять и опять назад. И приходится вообще прислушиваться к некой такой интуиции внутренней. И надо вообще поднимать такие вопросы, входить в которые как бы не связаны с темой. И оказывается, там люди сидят, которые нуждались в этих ответах. То есть легче проходить. Я думаю, что в субботу говори, Иван. Но я хотел спросить, в субботу мы как, Тимофей, до конца дойдем или уж сразу Евангелие начинать? А там где остановились-то? Третья глава, девятый стих. Первая? Тимофей. Третья, третья. А вторая? Вторая Тимофея, третий, девятый. Нет, ты уж стараясь, Тимофея добить надо. А, ну ладно. Добить. Добить. Вот сейчас уже, ну допустим, пять лет почти скоро будет и прошло. Вот я сейчас уже примерно понимаю, как надо занятия вести. Не вот не воскресные наши, по марку, да, где там со всех сторон, да, а вот такие обычные. Надо гораздо быстрее вот проходить их. Вот вкратце, чтобы было, то есть не разглагольствоваться. Я думаю, вопрос больше к ведущим, потому что спрашивать соглашенных из новичков, соглашенных, какие-то знания, это не надо. Ведущий просто, если имеет время, то пусть подготовятся, карты, хорошие иллюстрации, конспекты какие-то, может быть, хорошо графически показаны события, о которых речь, и что он демонстрировал всем, тогда до них будет лучше доходить, до людей. А так, я понимаю, о чем брат Игорь говорит, это сидит как чурка, грубо говоря, и нечто вокруг этой чурки какие-то слова носится. А он не понимает, человек, я такой же чуркой был. Ты должен представлять, как это было, где, в какой обстановке, в каких одеждах люди ходили. И это все на ведущих. Если есть время, то можно подготовиться и просто это иллюстрировать, свой рассказ, не удлиняя его сильно, но позволяя человеку зацепиться и памятью, и чувствами, и мыслями за что-то. Вот об этом речь, я думаю. Да, и тем более, ты не забудь, что вот эти ведущие, которые у нас ведут, они ведут, ну, год, может, максимум. Поэтому, ну, для меня все ведущие слабые очень, для меня лично, ну, слабые ведущие, редко подготавливающиеся. Вот брат у нас, кто, Пащенко Владимир вел, раз или два, он подготавливается там очень мощно. Потом Александр Борцов тоже подготавливался, Иван Грибанов тоже. Но они подготавливают местописание, и они просто как из горохом сыпят их. Здесь не надо так, можно привести местописание, конечно, обязательно только, ну, несколько привел, обязательно их к теме какой-то привести нужно. Вот, а у нас как, допустим, как у Михаила Каримова, он прочитал что-то и добавляет теперь то же самое, только, не знаю, ну, своими словами, и добавляет, 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 ну, непонятно. Хорошо, что он выходит и читает вот это все, очень хорошо. А так можно просто читать, ничего не добавлять от себя-то, что там добавлять. Если вопрос задали, вот это непонятно, это непонятно, тогда нужно на вопрос ответить местописание, или сказать, мы не знаем, поставили галочку и пошли дальше. Так, тогда это будет идти быстро. А это так все, как я сейчас смотрю. Ну, и помнишь, как говорили, пускай ведут братья, а мы там посмотрим. Но мы до сих пор никого не смотрели, не рассматривали. Вот, хорошо, что там Михаил, он пришлось на помощь прийти, потому что там его раздербанили, там кто только не лез к нему. Такие были, а сейчас занятия отличные, такие же, как и у братьев здесь. Но информативности пока кто-то не придет, мало. А информативность, я считаю, если без нее, то вообще вопросов еще больше будет, а никто на них не будет ни отвечать, ничего. И поэтому эта тематика веры закроется просто, о которой говорит Георгий Кадушкин, которому просто сильно повезло, что есть братья, которые эту тему не закрывают, а говорят и говорят тоже, информируют его. И уже я не знаю сколько лет. А сейчас новички приходят. И пускай теперь братья, которые ведущие, постараются уж. Уж слышали сколько раз. Опять и Амбрии, и Ани. Прошли мимо. Я говорю, а что прошли-то опять? Да мы их же слышали уже. А у баптистов вообще ничего нету, никто не говорит про них. Ну хотя немножко скажите. Про них в Житие Святых написано. Про этих двух волхвов, что они делали? И уже говорят, что какую-то химию применили, там краска пошла. Ну здорово, конечно. Я спрашиваю, а жезл? Бросили палку, тоже химия? Нет. Змеи настоящие были. Их пожал змей с палки Моисеева, из жезла Господнего. О, и как тогда? А жабы тоже поскакали призрачные везде. Так что вот так. Ну просто если кому-то неинтересно, другой разговор. Ну интересно, неинтересно, так можно проскакивать, читать просто, да и все. То есть пришли, семейное чтение, все. Ну слава богу, у нас не так. У нас все-таки оглашенные выходят. Да, кстати, еще хотел про оглашенных сказать. Тут Николай Астахов чисто случайно открыл сайт для оглашенных. Ну можно так сказать, чисто случайно. Почему? Мы решили встретиться с нашим оглашенным Георгием Байдуковым, который ревностный молодой человек, хочет знать много. И старается. И он прямо аж плачет даже. Мне так тяжело, помогите. Ну это приятно. Но он делает, он старается. Но он добавил еще там нескольких братьев, поручителей, которые пришли со своими оглашенными, чтобы послушать, как мы делаем опросы, не знаю даже как что, занятия с оглашенными. А потом взял вообще сайт полностью, я не знаю, там всех, наверное, включил, кто есть. И в очередной раз просто на беседу с этим Георгием пришло, я не знаю сколько человек, 50, наверное. И начались вопросы. А почему, Игорь, мне ничего не задает? Почему, Игорь, мне ничего не задает? Я всех хочу сразу предупредить. Этот сайт был создан, чтобы говорить с моим, с нашим, с Николаем Астаховым поручаемым, с нашим оглашенным. Георгием Байдуковым, у вас должны быть у всех свои поручители, которые с вами работают. Вот сейчас на этом сайте выбирайте время, заходите и делайте свои занятия со своими поручителями. А Георгий Байдуков, он идет по программе, которую мы с ним выработали для него, такую посильную. Ему тяжело, он прямо, видно, что он старается. Он выбирает, он сидит, занимается. Он читает Слово Божие. Тут попала еще Анаит, тоже по своей ревности. Но она чисто случайно попала. Чисто вот прям непонятно как. Она захотела, ну просто, я вообще ей вопрос не задавал. Она говорит, вы мне задали вопрос по Давиду, я не смогла ответить. И поэтому вот дайте мне какое-нибудь задание начало. Я что-то даже не понял, сам задание это дал. А теперь давайте всем задание дадим. Зачем задание, когда мы проходим прям местописание, все должны готовиться к этим местам писания. Каждый должен готовиться, не выходить и слушать. А вот как Георгий Байдуков тоже подготовится. Ну кто как подготовится. Ну это я говорю про оглашенных, а поручители, пускай им помогут, если, ну на то уж пошло, если все поняли, что это все занятие для всех оглашенных. Всех оглашенных охватить, это, я не знаю, по времени не успеем, по вашему духовному состоянию, по вашим чувствованиям и разумению и так далее. Вот Анаит мне задала задачу, и мы с ней час, я ее выслушиваю, как она отвечает мне на вопрос. Мне, ну это очень, это очень много. И она еще не все ответила, там чуть было не обиделась, но потом поняла, что вообще никто не договаривался ни о каких часах. И вообще все, что вот оглашенным дали как к назиданию, 10 июля будет крещение, оглашенные готовятся к 10 июля, даже к 9, там будут, будет совет, я так понимаю, совет будет уже не только нашей общины, но и совет, наверное, содружества, я так понимаю, да, брат? Вообще, Бен, тогда даже было такое предложение, и, конечно, правильно, те, кто участвовал в этом, обязательно должны тоже принимать участие. Может быть, как-то отдельно, но должно быть это. Может быть, даже в компьютере кто не может приехать, это вот даже, ну, устроить до того, как, то есть вот такое, или прям компьютер включить и онлайн сделать там. Прямо поставить ноутбук и все. Да, то есть это же все сейчас возможно, то есть вот так. И к этому дню нужно, то есть еще полгода практически, есть подготовка, кто вам сказал, что это надо все прочитать за неделю или еще что-нибудь, что за паника, я вообще не понимаю. Просто сказали, какие нужно темы проработать до того, как подойти к окрещению. У меня с одним поручителем он прям ввоз целый на себя берет, а другому, как говорится, трын-трава, который постарше. Ну и понятно, уже мозги не те, сами понимаете, по каким причинам. А возраст мой, как у меня практически, у человека. Ну, я как думал, так и есть, то есть. А путь он был, так и есть, 16 килограмм. То есть никто никуда не движется. Под лежачий камень шик и вода не потечет. Уже зрение не то, желание не то, дух не тот и так далее и тому подобное. Вот и попробуй. Приведи человека, как говорит брат Георгий, к Богу. Поливающий и насаждающий есть ничто, ничто. К Богу приведи, а все Бог взращивающий. И Бог на кого смотрит? На поручителя или поручаемого? Ты не можешь вложить ему ничего от себя, ничегошеньки. О чем и говорит наш сегодняшний разговор. Ну вот так. Да, благодарю. Еще вот хотел тем, кто уже давно здесь, братья есть, кто давно-давно. Те, кто уже много прочитали с толкованием, неоднократно Библию читают постоянно и с толкованием. Наступает момент, когда надо все эти знания систематизировать в голове. Потому что просто читать со всех сторон и знать на каждый стих, можно сказать, толкование, примерно, знать, это недостаточно. Оно должно быть фундаментально установлено в голове. А для этого должна быть последовательность, как структура в голове. А для этого надо заучивать непосредственно вот этот синопсис евангельский. Ну, конкретно последовательность событий. Первое такое, второе, что за этим идет, допустим, рождение Иоанна Крестителя. Это, там, такая-то глава оттуда-то, это такая-то глава. Там, встретение Господа, да, это такая-то глава. И последовательно все друг за другом, все Евангелие должно быть, все четыре, у тебя в голове структурно расположены. Дальше деяния святых апостолов, структурно в голове. И тогда на эту структуру будут вот эти все знания, то, что толкование, насаживаться. Ты потом будешь читать, и будешь тебе понятно, о чем говорит Игорь Владимирович. В какой момент это, когда что. А когда вот этой структуры в голове нету, тогда оно, да, действительно полезно все это, но потом пропадает все. Эта структура по годам и даже по месяцам, вот то, что ты сейчас говоришь. У Христа, Евангелия, у Господа нашего, все идет там по месяцам. Ну, год и месяц. Всего три с половиной года, все. А вот деяния апостолов, там уже прям, ну, десятилетия есть такое понятие. Евангелие, когда написаны, тоже нужно знать. Откуда отталкиваться, нужно знать. Хотя бы кто такой ирод уж точно нужно знать, великий. Потому что там еще будет мелких иродов куча. И запутаются, и путаются люди. Поэтому об этом я и говорил. Ну, это вот больше уже к тем, особенно, кто вот тут все-таки уже несколько лет. Особенно ведущие, это надо знать. Потому что я вот сейчас все выучиваю, ну, и у тебя в голове все встает как на свое место. У тебя сразу есть на что опираться. Как бы, вот. А выучивать очень легко. Вот мы с женой так делаем. Взяли, открыли синопсис этот последовательный, да, и конкретно 10 событий в неделю выучиваешь. Раз я к ней говорю, так, говорю, допустим, Рождество Иисуса Христа, а какое событие? Она 10. А какие главы? Она такая-то, такая-то. И мы все прошли. И все, все, и 10 событий. Через неделю и 20 событий ты уже будешь знать. Через 3 недели 30 событий. А вообще событий в Евангелии около 200 всего лишь. То есть, в принципе, ты, ну, за полгода будешь знать. Также Деяния апостола, история церкви дальше пошла. По каждому апостолу. Это для тех, у кого какие-то есть уже знания. То есть, они уже читали, толкование знают особенно. Но все, потом легче будет. Ты всех запугал. И я просто по сравнению с тобой, это, пушистый ангел. 200 событий за полгода, брат, ты дал. Все, что ты помнил, первое, двадцатое, забудешь уже через месяц. Как страшный сон. Ну, я на Крестителя, конечно, и Рождество будешь помнить. А дальше уже так не заучишь. Ну, сначала пойдет, потом. Надо все время читать, как мы сейчас читаем. И вникать, вот что надо делать. Года нам в помощь. Года, года. И приблизительные такие события. Первый там приход в храм. Второй приход в храм. Третий приход в храм. Все вокруг событий крутится больших. Так и запоминается. Да, конечно. А эти там, когда притчи сказаны и так далее, у Луки вообще перемешано все. Так что, тут сложно. Ну, вот я говорю, ты как привязки сделал. И там будет, конечно, по-другому. Но, не знаю, я уже не 20, не 30. Уже больше событий. Ну, вот мы сейчас с оглашенным, вот, Георгий, мы именно идем по событиям. Событийные. Вот сейчас родословие идем. Родословие. Потом будет Рождество. Представь Богородица будет отдельно. Иосиф отдельно. Ну, это, кажется, много. На самом деле, очень мало об этих людях есть в Евангелии. Ну, такие события, которые лукавые, как я думаю, ну, придуманные монахами или кем там еще. Мы их просто будем рассматривать как апокрифы. Недолго. Вот так. И дальше, где он юноша. И начало проповеди. Здесь чуть побольше становится. И вот такими событиями вперед. Первые проповеди. Пустыня. Первые проповеди. Призвание апостолов. И так далее. С такими вот тематиками. Да, 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 да. Ну, все понятно. Давайте тогда сейчас еще, братья, у кого есть слово, пожалуйста. 20 секунд еще на эту тему. Это невозможно сделать даже людям, которые давно изучают это. И сдать такой экзамен. Для допуска к крещению это не будет спрошено. Будут спрошены основные вещи какие-то. Игнатий Тихонович, вам слово. Все эти годы шла подготовка к оглашенным. И у нас книга называется «К истинному православию». Именно в названии даже это есть. И по порядку. О церкви, о спасении, о покаянии. Все есть. И поэтому ничего не надо больше брать пока. Считает Библию где хочет. И здесь знакомится с церковью, со священством. Пост, молитва. Какие главные пороки пьянства. Там все по заголовкам. И по святым отцам, и по канонам, и по житиям святых. Более полного материала сегодня пока нигде я не находил в интернете. Отошел. Аминь. Вот я согласен, что именно вот так и должно быть. Основное все по четку, по крестному православию. Те же, кто у нас занятия ведут, вот эти братья, кто давно. Вот им надо вот о чем я сейчас говорил. О чем Игорь Владимирович, особенно вот это им надо. А по тем, конечно, полгода. Я же с самого начала перечень этот сделал уже. Игорь, пускай ведущий говорит. На каждой фразе его перебиваешь и не даешь говорить. Пусть договорит. Я тебя понял. Правила есть в поведении в группе. Чего ты перебиваешь постоянно? Благодарю, Георгий. Вот, поэтому, да, у нас есть вот этот перечень. И там вот основные вопросы, которые надо пройти. И к истинному православию действительно она самая настольная книга здесь идет. Все, аминь. Пусть оглашенные не пугаются. Действительно, огромного количества, может быть, информации, которая поступает. Но потом это время будет самое благодатное. Вспоминать о нем будете. Давайте, Вячеслав, можно маленькое слово? Время любви, можно сказать. Еще, брат, хочу сказать еще раз, к связи с тем, что Игнать Игнатьевич, он не слышит же. И то, что вот сейчас... Он, наверное, и не знает, что мы уже давно подготовили перечень этот по тематикам даже. Не просто книгу, а по тематикам. По его ответам на вопросы уже все есть уже давно. И что каждый оглашенный должен это пройти все. Я прошу вас. Вот то, что вы оглашенные, вы можете вообще не выходить. Я вообще никого туда не звал. Это только мы с Георгием Байдуковым работаем. У него есть желание, мы с ним работаем. Зачем вы сюда влезли, я не могу понять. Все, Игорь, отличаю. Вообще можете никто не выходить, если кому-то тяжело, кто-то чувствует какую-то нагрузку. Николай, ты такую медвежью услугу оказал. Просто я же тебе сказал, зачем ты, Игнать Тихоновича, вызываешь на эти занятия с оглашенными? Ему что там слушать-то, что ему там? Оглашенный, ну там, через пень на колоду. Он сам это делает, оглашенный. Он меня попросил, он говорит, я, Игорь Владимирович, не могу, там столько людей на меня смотрят и так далее. Что ты всех приглашал-то, зачем? Простое дело, с оглашенными беседуем. Кому надо, потом прослушают. Кому не хочет, не надо. Все. Игорь Владимирович, да, по пять минут мы максимум уже превысили все эти возможности. Все-таки одно дело, что мы там умом своим задумали об оглашенных, другое дело, как Господь направляет все это дело. Если так оно идет, и тут все почти так, спонтанно много чего, и образовалось то, что сейчас стоит, и занятия, и все остальное. Поэтому мы никак тут не можем. Да, вы хотели, чтобы правильно с Георгием. И это все на себя натянуло, эта вся работа, столько людей. И это людям оказалось интересно. И многое тут, это как не по принуждению, понятно, чисто по любви. Правильно, что Николай добавил? Правильно. Лишнее это не будет. Столько людей появилось, пошло. И все равно по шаблону никого не прогонишь, в любом случае. Ну тогда, я думаю, надо, Игнат Тихонович, успокоить и сказать, что все читают «К истинному православию». Успокойте его. Я прошу вас. Можно слово сказать, брат? Он беспокоен. Нет, я говорю, успокойте его именно дух, что мы тут не от себя тяну какую-то морозим и так далее. А что в первом делу мы именно к истинному православию должны люди проходить. Можно слово сказать, брат Вячеслав? Анаит, говори, да, конечно. Все, что случилось, случилось по моей вине. Потому что мне понравились занятия соглашениями. Я сама лично вышла на Игоря Владимировича, попросила у него задание. Когда я получила это задание, я со своим поручителем начала готовиться. Мы с ней готовились три дня. Я слушала, писала, выписывала. И тогда, когда мы вышли на занятия, я все объяснила. Мой поручитель, будучи умным человеком, она со стороны увидела, сколько я усилий в это вложила. И я не смогла донести то, что я выучила. Она мне сказала, тебе это не надо. Я не поняла ее. Я ее просто не поняла. И она говорит, а я хотел дальше продолжить таким же образом. Она мне говорит, сестра, тебе это не надо. Ты не знаешь еще элементарного. Ты сначала выучи элементарно, а потом вернись сюда. У меня произошел какой-то страх, что у меня ничего не получилось. У меня вот я не успею. И вот это вот, знаете, это как. Я начала плакать, что вот Наталью довела там. Ну, все вот это получилось. Но самое абсурдное изначально было то, что у меня сестра, мой поручитель, которая за меня отвечает, дала мне задание к истинному православию. Я это отложила в сторону и пошла Угера Владимировича взять другое задание. Но я это тогда не увидела. Мой поручитель мне помог, со стороны оценил мою подготовку и сказал, нет, это рано тебе, возвращайся к истинному православию. Все, что случилось, по моей вине случилось. Я хотела сдать, но у меня не совсем получилось. Я вернулась опять к истинному православию. Я признала свою ошибку, извинилась перед Игорем Владимировичем и перед своим поручителем. Я не должна была так себя вести. Нагружать не надо, Игорь Владимирович, еще больше. Ему, наоборот, помощь нужна. А у тебя есть поручитель. Ты должна была ее слушать, понятное дело. Потому что она-то лучше, она с тобой общается. А Игорь Владимирович, он же тебя-то не знает. Он работает с другими людьми. Он тебе дал по стандартной схеме какой-то и все. Понятное дело. Ну все, этот вопрос уже мы уже тоже с сестрами обсуждали и с братьями. Все нормально. Братья, я-то не знал, что она будет задействовать такую толпу, как диссертацию какую-то писать, понимаете. Я думал, я сейчас дал и там забуду о ней на месяц. А она давай там всех вокруг подняла на уши. И вокруг такая буча пошла, мне тут отбиваться пришлось от всех. У нас соглашенные, очень верующие. А откуда это возникло, знаете? Она это услышала как-то. Она что-то там отвлеклась на занятия. И брат Игорь что-то спрашивает. Она говорит, а что такое, что-то я не поняла. Она говорит, да ладно, ничего уже. Ну то есть у нас очень много невнимательных слушателей. Ее это задело. Да как это так? Брат старается, а я полуха слушаю и в итоге нету устараний у этих. То есть я семена, которые он бросает, они даже на меня не долетают. И она возревновала, что хочет на этой теме узнать что-то. И взяла задание. То есть хорошее это побуждение. Но надо было посоветоваться просто и все немножко. Все хорошо, я считаю. Отлично даже. Жизнь идет, вот. Идет жизнь. Но вот что касается этой группы с соглашенными, надо Игорю Владимировичу кому-то в помощники там. Мне кажется. Не знаю, пусть он может изберет или кто поможет. Но просто у него знания очень большие. И тут нету на его уровне никого, даже близко. И тут как бы несколько. И даже его уровень такой, что в принципе с самым низким уровнем работать, ну просто даже ему время зачем на это тратить. Он по сути, вот Игорь Владимирович, он должен работать с нами, со мной, с Николаем, вот с тех, кто. С Игорем, с Иваном Грибановым, нас не оглашать, нас как бы учить. И вот такой уровень. Он учитель над ведущими, можно сказать. А не с тем, чтобы там еще на те, которые веруют, они знают. Но это, я думаю, еще это сформируется все в будущем. Как бы и от этого всего. И ему эта нагрузка большая, потому что он вынужден на такие вещи опускаться туда дальше, ниже, на которые как бы ему не нужно бы тратить время даже. Объяснять такие. Но повезло тем оглашенным, кто сразу на него попал. У нас есть Виктор Савченко. Он вот тоже очень высокий уровень у него. Можно тоже и Виктор, брат Виктор, подключиться в эту группу. И часть, можно сказать, взять на себя там какую-то небольшую хотя бы. Ну, я не знаю, как со временем, потому что там работа. Это понятно. Главное, к истинному православию пускай все читают. Я там еще двоим дал задание, но они его никогда не осилят. Ни одна, ни второй. Я им специально такие дал, чтобы... Она и так легенькую дал. На месяц. А этим на полгода не меньше задания. Одной по Ио, а другому по макарейским книгам. Так что держите карман шире, как говорится. Я специально это делаю, чтобы... Ну, пускай занимаются, хотят отдельно. Занимайтесь, пожалуйста. Я всем могу тут раздать сережек в Библии. Только не надо ко мне обращаться сразу. А где это? А что? Как? Да и все. Я вам специально дал, чтобы вы трудились над Библией, читали ее. Что же вы думаете? Так, вот официальное объявление сделаю. Вот кому дает Игорь Владимирович задание? И если вы что-то не знаете найти, где, вы обращайтесь к нам. Скажите, вот такое-то задание, чтобы мы в курсе были. Вот я был в курсе чьих-то заданий, чьих-то. Какие? Там братья вот есть, да? Иван Грибанов тут, Николай есть. И все, которые могут помочь. Не трасьте его время. Где что найти, как лучше подготовиться? Да и вообще, вот эти все занятия, понятно, они только созданы для того, вот эти, которые мы здесь проходим, чтобы вы сами начали заниматься. А потом, не просто так, это должно быть выхлоп. Какой выхлоп? В том, что каждый у себя на месте должен работать. С Библией там организовывать какие-то кружки, может быть, приглашать беседы, читать по Библии. С людьми там, на приходе там, может, читать, начинаете там, в жизнь прихода свою встраивайтесь. Потому что, ну, надо же, чтобы верующие появлялись там, которые участвуют в этих делах, чтобы вот это... Вы здесь получаете эту закваску. Закваска истинная христианская, которая должна быть. Там ее нет. И эта закваска, она должна вот расти, распространяться через вас. Вы сами заквашиваетесь полностью. И распространяйте дальше. Да. И это все не просто так-то. Игнат Тихонович, да? Я хотел бы попросить брата Георгия Кадушкина рассказать за это время, пока он не выступал. Как Господь вел его? У него все так интересно и искренне, по-детски отошел. Георгий, вам слово. Игнатрий Тихонович, в смысле Господь вел к вере? Вы это имеете ввиду? С кем вы беседуете? Как у вас там занятия идут, которые были против, смирились? Это все так важно и интересно и полезно. Опыт такой ваш перенять. Понял, понял. Но те, которые на меня нападали, их никого нету. Их Господь раскидал. То есть на занятия никто не приходит из них. И в храме никого не вижу. Один на войну уехал, атаман казачий на войну уехал. Другие, я не знаю, куда они ходят. Я молюсь о них, чтобы они приходили в храм. Может, они вообще не ходят. Я их не вижу. Я про них ничего не знаю. Так все чудно Господь устраивает. Занятия проводятся. Ну, сейчас там один бесноватый вкисался. И мешает занятия проводить. Прям мешает. 8 января я причастился. Он так прям провоцировал меня. Это ужасно было. Но я понимаю, что Господь мне испытание такое дает. Я держался просто. В другое время я ему шалбанов бы наставил бы. Но я смирялся, я терпел, молчал просто и все. А так медленно, но проходим. Все равно занятия читаем. Я, прежде чем готовлюсь к занятиям, читаю, естественно, толкование Феофилакта Болгарского. Например, Матфея какую-то главу читаю Феофилакта Болгарского. Потом слушаю Олега, отца Олега Стеняева. И еще дополняю Ян Персти. Баптист, проповедник. Яру, Яру Пести. Иногда его слушаю. И такая картинка получается в голове складывается, когда вот разных слушаешь и друг друга дополняют. Настолько интересно это все получается, картинка. Вообще интересно становится. Ну и как могу я доношу. Священник всегда участвует, настоятель. На занятиях. Ну не то, что занятия. Это называется вообще библейский кружок, но главной целью читать Евангелие. У нас главная цель. Ну вот так вот. Всегда находятся люди, которые, как сказать, стараются напасть. Такие новые приходят, но не так ярко выраженные, как тогда целая группировка создалась. Прям больше десяти человек на меня нападали. Письма, жалобы писали. Это вообще Дворкину, Новопашину написали. Написали Кемерскую патриархию, митрополию. Меня туда приглашали для разбирательства. Все. Три часа со священником разговаривали мы. Хорошая беседа была. Он не увидел у меня никаких отклонений. Мы хорошо очень побеседовали. Ровно три часа. Хотя я волновался сначала. А потом, когда... Ну, перед тем, как со священником встретиться, волновался. Но я молился. И когда уже непосредственно встреча была, я мысленно обращался к Богу, чтобы он меня благословил, поддержал. И как вот из чрева реки живой текут. Я прям не молчал. Я с ним разговаривал. Но не как власть имеющий, но как на равных со священником. Я сам удивился. И уверенность такая была. И сейчас... Ну, мне Господь дал... Я сейчас устроился на новую работу. Я думал, мало получится благовествовать. Нет, не мало. Господь... Вчера вот со мной в другой город рабочий ездил. Он гностик какой-то. Сел в машину. Я с ним забил разговор о вере православной. Он говорит, я гностик. Я все это не верю. Я верю в твердые факты там и все прочее. Вот мы ехали в другой город. А гностик? Нет, он говорит гностик. Именно сказал гностик. Я не вникал, что это такое, в чем разница. Но факт тот, что когда мы приехали, он из машины вышел практически уже православным. Все, он уже православным. У него уже мышление. Я ему заложил вот эти понимания, чтобы на неоспоримых фактах. Вот такое я опирался на факты неоспоримые. Что Бог создатель. Все, что есть на земле. Что земля и все создано. Он совсем-совсем согласился. И аргументировал все не только из Писания, а из трудов ученых. И так все-все. И он уже вышел из машины от меня с православным мышлением уже. Я в него заложил. Так Господь мне положил. У Иоанна Златоуста рукоплескали в храме. Я отцу Георгию рукоплесчу, как Господь его повел. Да. У меня, к сожалению, почти не бывает время здесь находиться, на занятиях. Я чувствую ущербным себя из-за этого. Это большой ущерб. Раньше, вы помните, два года назад, кто тут пораньше, я через каждые два часа читал стопоклонную молитву здесь. Каждые два часа. Каждые два часа. Ровно через два часа. А сейчас у меня такого нет. Меня с вами почти что не бывает. Почти что не бывает. Но меня Господь на другое поприще направил. Я здесь сильную закваску получил и стараюсь это воплощать по-своему. Какой-то мне талант дает вот я прошу Господа. Также Евангелие в день бывает. На работу еду. По десять книжек Евангелия раздаю за день. На работу. Раньше чаще было, что со мной ездили люди в машину. Если человек ко мне садится, я ему обязательно, если он ко мне в машину сел, пускай даже полчаса у нас времени, я ему все равно про Иисуса Христа расскажу. Расскажу, что Христос умер за нас. И что это означает, умер за нас. Стараюсь рассказать. Но я перешел на другую работу и там со мной мало ездит. Но у меня такая работа, я под снабжением работаю. Я езжу по фирмам, захожу и там запчасти собираю по разным фирмам. День, пять, шесть, семь фирм приходится объезжать. И Господь мне... Я четко вижу вот это, что Господь мне... Именно Он дал мне эту такую работу, направил меня. Я думал, мало получится благовествовать, а тут нисколько, не меньше. Я захожу в офис, сидя в бухгалтерию, сидят женщины, ну, пока ТТН-ки бумаги оформляют, я сразу смотрю, у меня сразу глазом смотрю, у кого у женщин что на столе. У каждого там мелочевка всякая. Если я вижу иконку какую-то у женщины возле компьютера, все, я сразу же цепляюсь за иконку, начинаю разговор, 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 и мне уже ехать надо, мне еще пять-шесть фирм надо объехать. А я уже час им рассказываю, все слушают, остановили, перестали печатать, перестали считать, бухгалтерия, отдел бухгалтерии, и все меня слушают. Я рассказываю, сразу же засыпают вопросами, а вот попы, а там деньги. Я объясняю, что вы к Богу идете, не к попу. Вне церкви нет спасения, это я все объясняю, что без священника нельзя ни креститься, ни отпевать, ни венчаться, без священства никак. Я объясняю это все по полкам раскладываю, что очень важно ходить в церковь, именно в православную церковь, очень важно ходить. Все это объясняю, и это Господь мне дал такую работу. я сам удивляюсь, когда вот думаю, все, сегодня, наверное, никого уже не будет. У меня в голове только это держится, кому-то надо рассказать. Заходишь только с человеком, и часто бывает за бороду, как колючки цепляются. Знаете, такой случай был, я не помню, рассказывал здесь, нет. Иду по городу, ко мне зацепился за мою бороду мусульманин, и давай меня подкалывать. Ты, говорит, Дед Мороз или Старик Хаттабыч. Ну и все, мне это только и надо, чтобы он зацепился. И я ему целый час про бороду, и все, как я свою кафедру занял, и он стоял, молчал, слушал, даже не перебивал, ничего. И я ему рассказывал, 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 рассказывал. Ну и разошлись, там около часа где-то мы стояли, разговаривали. Проходит где-то около года. Я иду по улице, смотрю, мужик с бородой ко мне подходит. Здравствуй, дорогой. Я говорю, здравствуй. Он смотри, говорит, края бороды не трогаю. Он мусульманин, его это коснулось. Я так был удивлен, у меня не было телефона, чтобы сводить, можно было вместе селфи такое сделать. Я так этому удивился. Мусульманин, говорит, смотри, я края бороды не трогаю, и усы у него целые, ничего. Такое чудо было. И вот когда голова этим занята постоянно, когда заняты Евангелием, вот действительно, вот сегодня шел разговор Евангелия, на первом месте Евангелия, конечно, когда ты наполняешь свой разум Евангелием, и постоянно звучит, как песня. Я еще ничего не знаю, я еще мало знаю. мне еще вот до братьев, тут далеко-далеко-далеко братья трудятся, занятия ведут, может быть, где-то они еще неопытные в этом, но они через это набирают опыт, каждому Господь дает свое дарование, и оно не сразу получается, надо набрать опыт, надо в этом возрастать, это очень хорошо, что трудятся, пускай неумело, пускай неопытно, неопытно, но ко всему нужно прийти. Ну вот, как-то так. Спасибо, Христос Георгий. Ну вот, Вячеслав, никогда не забывайте его, чтобы брат Георгий поделился, что у него было нового. Если бы, я, конечно, если бы не встретил Игнатия Тихонича в интернете, где бы я сейчас был, но Господь так управил. И все мы здесь, я думаю, все мы здесь, святым духом сказано, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди вас. Аминь. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Аллилуйя. Есть что-то у нас еще у кого-то сказать, братья, или заканчивать будем? У меня несколько тем есть, я кратко хотел бы поделиться. Если кто-то еще хочет, то лучше скажите, а потом я тогда. А ты что, последний хочешь закончить всегда? Нет, хочу-ка, давай сейчас. Тоже скажут, Николай лезет, а мне сказать не дал. Демонстрацию экрана делаю. Слышно тебя, брат? Я быстро скажу. У нас сегодня священник говорил о рождении свыше. Но он так интересно говорил, но люди-то ничего об этом не знают, и понятное дело, что они не считали. Но хотя бы он сказал, что надо бы вам родиться всем свыше. То есть и места писания приводил. То есть это было прям удивительно от него слышать. Все. Да. Выключите микрофон, залип телефон. Мой экран видно вам? Видно, видно. Так, значит, поделюсь кратко очень. Вот был такой папа Сикст, вот он на экране. Сикст четвертый, папа римский. Он решил домашнюю церковь построить. И она была названа в честь него в 1481 году. Так она снаружи выглядит. Сейчас я покажу, как она внутри выглядит. 1481 год. Это эпоха Возрождения считается. Расцвет просто культуры европейской. Был, вот она так внутри выглядит. Церковь эта расписана. Сикстинская капелла. Это домашняя церковь. Она небольшая, видите. Расписывать наняли в том числе Микеланджело Буонаротти. Вот как он выглядит. И он умер в 1567 году. То есть на момент строительства церкви он был молодой совсем. Вот. Значит, что я хотел сказать. Вот, значит, она так расписана очень хорошо фресками. это потолок. Это сикстинская капелла. И здесь есть, например, разные сюжеты. Предположим, вот этот сюжет сотворение Адама называется. Вот по центру. Я его отдельно сейчас покажу. Вот. Сотворение Адама. Это изображен Господь здесь в правой части. Слева Адам. Здесь Бога окружают еще ангелами, я так понимаю, он изобразил. Но самое интересное, что оказывается, как исследователи сейчас начинают соглашаться с этим, вот это красное полотно заметил это какой-то нейрофизиолог, я так понимаю, который исследует мозг, что это мозг человека изображен. Вот здесь красное полотно. То есть Микеланджело Буонаротти, как предполагают, поместил Бога в мозг человека. Значит, чтобы наглядней было, вот его картина, а вот мозг человека. И если посмотреть, то получается, что действительно вот он мозг изображен. Почему он не сказал своим современникам, сходятся на том, что одна из причин в том, что нельзя было препарировать умерших, а он к этому имел доступ, и он знал, как выглядит мозг. Теперь только догадываться остается, почему он изобразил Бога внутри мозга человека. Видимо, это сам он мог не верить или колебался в вере, поэтому он Бога засунул в мозг к человеку. Вот это спустя несколько веков такие всплывают неожиданные открытия у людей. Художник он, конечно, выдающийся, но вот когда начинают выдающиеся люди свой талант направлять на то, чтобы Бога засунуть мозг к человеку, это уже совершенно негожее дело. Не знаю, сто процентов так это или нет, но одна из версий вот такая. И я даже расстроился, когда это узнал. Это первое, что я хотел сказать. Второе, я посмотрел, услышал обзор фильма, который посвящен тому, что создана игра, настолько реалистичная, что ты не можешь отличить тех, кто тебя окружает от обычных людей, а это все роботы. Игра была создана для очень богатых людей, и они там, ты можешь делать там что угодно. Создатель игры, это фильм такой, вы не смотрите, я просто вам кратко расскажу. Создатель игры предполагал, что ты в этой игре находясь, ты не умираешь, тебя не застрелить, не убить никто не может. Вот эти все персонажи окружающие, они безвредные, а ты можешь делать что угодно. И там разные задания, там кому-то помочь, кого-то спасти, шерифу помочь, еще что-то. И самое интересное, что все люди, которые знают, как-то Господа, они все начинали, для них были всякие сюрпризы приготовленные, и все, даже самые хорошие люди, там, по сюжету, они начинали блудить, пить, там, понятно, материться и убивать, насилие всякое совершать. И там многосерийный такой фильм, Мир Дикого Запада называется, не смотрите, время не тратьте. Я посмотрел, там, буквально, первую и последнюю серию, все уже понятно стало. Но смысл в том, что у бурных чувств неистовый конец. Какое-то из стихотворений, я не помню, кто написал. У бурных чувств неистовый конец. И там, в конце, этот создатель, он говорит, что мы создали тюрьму наших грехов. Тюрьму. Это вообще полезно с точки зрения того, что человек без Бога, он совершенно ну, такое рабское у него состояние по отношению к греху, что даже помести его в самую благоприятную атмосферу, казалось бы, где никто ему не может повредить, где он не умирает, и он все равно превращается в совершенно безумного развращенного, развращенное такое создание, которое ничего лучше не придумывает, чем безобразничать и всякие мерзости творить. Вот все у меня. Благодарю. Так, ну все, будем заканчивать тогда. Еще по трехтомнику очень кратко. Интересно так, мы все прям быстро делаем со своей стороны, в том числе я, я там даже, ну буквально там вся сна лишу, там в воскресенье буду работать, чтобы только не было задержек. Интересно, они мне обещали, что в течение одного дня, когда мы согласуем, они подготовят подготовят файлы, и можно будет уже приезжать на печать. Я в прошлое воскресенье им все прислал и надеялся, что в понедельник сдадут готовое. Скажут, все, давайте там во вторник приезжайте. Вместо этого они всю неделю тянули, я им там деликатно напоминал, прям деликатно очень, максимально не, чтобы не задеть их. И всю неделю тянули, и представляете, в пятницу мне там уезжать нужно было в госучреждение одно, записан я, и звонит наша Ольга, которая занимается Ивановна, говорит, надо посмотреть, быстро посмотрите, а то мы не успеем ко вторнику изготовить клише. Клише это такие металлические формы, чтобы теснить на обложках, продавливать надписи, специально металлической формы изготовиться. Она говорит, надо срочно вам посмотреть, то есть мне надо уезжать, в пять, прямо я уже записан, уже стою, выходить. Она мне звонит, надо вам срочно посмотреть, а то мы не успеем в блоках, мы не успеем изготовить. То есть опять срок сдвинется. И я как бы все отложил, начал смотреть, чуть не опоздал там, куда я собирался, но интересно, как вот делает сатана. То есть я все делаю быстро, они там тянут, в пять раз дольше делают, чем обещали, а потом, когда мне надо куда-то ехать, им надо посмотреть и согласовать. Если я это не сделаю, то они говорят, то мы еще позже будем печатать. поэтому, я прошу молитв, постоянно вот что-то такое возникает. Постоянно. Просто я не рассказываю, а так вот. Каждый раз. Николай Кивичин. Мир тебе, Вячеслав, брат Вячеслав. Хочу попросить вас подменить меня с понедельника. Может быть, накладки быть у меня. На каком псалме остановились? 106. 106 псалм. Да, там, когда мы читаем с утра псалмы, первый псалм название говорится, а потом, когда переходите от псалма к псалму, уже не говорится. Понял. Понял. Спаси, Христос. Есть один брат, который бы не против. Кто это? Ты его знаешь. Виталий Калиников. А он с утра, если будет, мы только за. Если он хочет, я даже. С ним надо переговорить. С ним надо переговорить. Я с ним общался. Он стеснительный парень. Я говорю, ты стеснительный парень? Ну, говорит, я не против. Вот и все. Понятно. Решено. Попробуем. Только он не всегда есть. А теперь будет тогда. Игнатий Тихонович еще сообщение. Не зря мы с Алексеем Черновым встретились, потому что ко мне несколько человек уже вышло на меня и благодарят, что увидели настоящего христианина наконец-то в лице Игнатия Тихоновича. Говорят, видно прямо человек святой жизни. Как вот он разговаривает, что он говорит. Благодарят. То есть не зря все-таки вы на мои уговоры поддались, и мы с ним побеседовали. Хотя забота в первую очередь о его душе как бы у меня была, но вот эти как бы побочные эффекты, они есть. Что люди выходят, благодарят, там даже одна вышла, говорит, я там постоянно то, то делаю. Я ей посоветовал, как улучшить ей благовестие. Так что благодарю вас еще раз, что побеседовали, время выделили. Ну все, давайте, братья, через полчаса встречаемся на занятиях. Как завершать-то будем? Достойно есть или контакт этот благоявлению? Ну ладно, достойно споюсь, что знаю. А это я не могу спеть. Достойно есть яковоистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога, Слова Родшую, сущую Богородицу Тебе нечая. Спаси Христос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова